На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Инна Новикова и коротко о главных темах выпуска. Проверили работоспособности, освободили от снега. Ситуацию с гидрантами обсудили сегодня на выездном совещании. Кто стал победителем четвертого сезона политической кухни? Местная команда молодых активистов стала еще больше. Заразиться может каждый. В России стартовала неделя по предупреждению гепатита С. В 15-м микрорайоне прошло выездное совещание, в котором приняли участие сотрудники МЧС, депутаты, представители администрации и руководство Юганского доканала. Напомним, после январского пожара Дума инициировала комплексную проверку пожарных гидрантов. Возле одного из них, расположенного в 15-м микрорайоне, сегодня и встретились участники совещания. Вы сможете подключиться к этому гидранту? Они подключились. Эти пожары не подключились. Тут машины и здесь стояли. На сегодняшний день в Нефтьюганске 4,5 сотни пожарных гидрантов. Несколько десятков из них Юганск-Вдоканал проверил за последние полтора месяца. Не завалены ли снегом? Есть ли подъездные пути? Возможно, оборудование требует ремонта. Раньше сталкивались с обычными проблемами пожарных подразделений, когда приезжаешь и произошла очистка придымовых территорий или земель общего пользования. И к пожарному гидранту нельзя подъехать. Работа в данном направлении в этом году организована намного лучше, нежели предыдущие. В сегодняшний день мы видим, что работа ведется, активно ведется. То есть уже не один микрорайон, фотографии нам активно водоканал присылает. Мы видим, как эта работа проходит. Сегодня у нас, так сказать, выездное совещание. По словам руководителя Юганск-Вдоканала, предприятия, которые обслуживают гидранты, сейчас все они в рабочем состоянии. Наиболее основательная проверка оборудования начнется летом. Когда не будет ни снега, ни воды, картина станет наиболее ясной. Водоканал, независимо от пожаров, там случающихся, проводит постоянную работу по контролю пожарных гидрантов, их очистке, проверке работоспособности, то есть которая проводится после зимы, это апрель-май, и перед зимой, это сентябрь-октябрь. То есть работа ведется постоянно по очистке, по, скажем, обследованию их. Один из самых сложных вопросов, который предстоит решить, – возможность эвакуировать личный транспорт, когда он мешает пожарной технике, даже если машины стоят на парковке. Напомним, в январе личные автомобили не позволили нашим огнеборцам сработать оперативно, а в ситуации ЧС счет идет на секунды. Мы видим, что, несмотря на знак «пожарный гидрант», автолюбители прочно облюбовали это место. «Разрабатываем законодательную инициативу, с которой мы будем выходить на округ. Часть расширения полномочий именно при оказании пожарных работ». Кстати, на этот предмет вполне можно проводить профилактические рейды, подобно тому, как госавтоинспекция штрафует за парковку на местах, предназначенных для инвалидов. А пока депутаты решили держать на контроле ситуацию с гидрантами, каждый по своему избирательному округу. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». 17 марта состоится прямая линия с губернатором округа «Весна в Югре». Участники обсудят вопросы, связанные с уборкой снега, безопасность при резкой смене температуры, готовность округа к периоду паводка. Присоединиться можно в группе «Югра», а также в аккаунтах главы региона. Начало трансляции в 12.00. Вопросы, связанные с качеством уборки снега, состоянием улиц, домов, дворов и крыш, актуальны у жителей округа из года в год. За март текущего года Центром управления регионом зафиксировано 190 обращений от югорчан по этим темам. Не менее важны безопасность во время весеннего половодия и профилактика сезонных заболеваний. В ходе прямой линии Наталья Комарова даст на них ответы. Уже сейчас в группе «Югра» ВКонтакте можно оставлять свои вопросы на эту тему. Обещают, что каждый поступивший запрос будет отработан представителями государственных и муниципальных органов власти, а также Центром управления регионом. За модными татуировками, пирсингом или иглоукалыванием может последовать неприятный сюрприз – гепатит С. Он считается одним из самых распространенных заболеваний. Сейчас в мире им болеют 15 миллионов человек. С 13 по 19 марта в России стартуют недели борьбы с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Продолжит тему Светлана Леонова. Гепатит С неспроста называют ласковым убийцей. Болеть и являться носителем вируса можно годами. Некоторые узнают о том, что больны совершенно случайно. Вирусы-носители, они себя чувствуют великолепно. Их ничего не беспокоит. Нет ни температуры. Они ходят на работу. Великолепно себя чувствуют. В большинстве случаев, если мы не лечимся, и если данное заболевание протекает год, два-три, мы не обращаемся и не принимаем никакие противовирусные препараты, то в принципе в большинстве случаев это может быть одно из осложнений фиброз. И в принципе есть такое заболевание, как цирроз в печени и рад. В Нефтьюганске на учете состоит 1053 взрослых и 23 ребенка. У всех детей перинатальный путь передачи от матери ребенку, самому маленькому пациенту 2,5 года. При поцелуях, рукопожатиях гепатитом С заразиться нельзя. Основной путь заражения при контакте с кровью больного человека. Вирусный гепатит С в основном передается при переливании крови или препараты крови. Если человек использует, в принципе у нас есть группа риска, так называемые наркоманы, которые используют наркотические средства, при этом они используют или многоразовые шприцы, или иголки. Врачи-инфекционисты напоминают, не стесняйтесь спрашивать в салонах красоты или в стоматологических кабинетах об обработке инструментов. Чтобы не заразиться половым путем, используйте средства защиты. Средства профилактики, в принципе, это у нас использование одноразовых шприцов, использование одноразовых игл. Если нужно, то в принципе нужно использовать только личные средства гигиены. У каждого должны быть индивидуальные маникюрные ножницы, педикюрные ножницы. Если почувствуете вялость, слабость, головокружение, тошноту, сдайте анализ крови. Чем раньше начнется лечение, тем проще победить заболевание. Светлана Леонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Команда молодых активистов «Нефтьюганска» стала больше. Завершился четвертый сезон «Политической кухни». Напомним, участие в проекте – это отличная возможность многому научиться проявить себя и реализовать свои идеи на благо города. Так, по итогу нескольких голосований были выделены четыре победителя. На участие в четвертом сезоне «Политической кухни» было подано более 50 заявок. Несколько месяцев интенсивной работы с экспертами и знакомства со структурой местного самоуправления. По итогу 20 финалистов вышли на защиту своих социальных проектов. На торжественном закрытии сезона лучшие принимали поздравления. Каждый раз формировалась команда. Сначала это было 5 человек, 10, 15, 20. Сегодня новые лица появляются в команде, переформатируются в разные организации и принимают активное участие в молодежной политике нашего города. На торжественном закрытии сезона каждый был отмечен благодарственным письмом за личный вклад в развитие проекта. Но главная интрига вечера – имена победителей. Помимо сертификата на реализацию своей инициативы, ребята получат возможность стать помощниками муниципальных депутатов, получат возможность посетить заседание молодежного парламента при Думе и Югре, но и в целом обрели хорошую, прекрасную команду. Главный приз – сертификат на реализацию своей идеи получил Максим Воробьев. Он инженер в компании по строительству и ремонту дорог, поэтому предложил установить светодиодные ленты на опоры пешеходного перехода. Да, эта сумма хватит только на одно место. Мы хотим посмотреть, как это отреагирует население, как отреагирует общество. То есть, если это одобрительно, если это положительно скажется на динамике ДТП и так далее, то мы, думаю, продобьем тему и на 2, и на 3, и на 4 светофоров. Почему у кошки светятся глаза – так может звучать одна из исследовательских работ. Учитель физики и математики 10-й школы предложил идею проекта «Юный ученый», который призван мотивировать детей на научную деятельность. Он стал лидером народного голосования. Я как будто бы участвовал в голосовании настоящем. То есть, мне надо было найти людей, чтобы они меня поддержали, надо было их убедить. У меня спрашивали, зачем вообще это надо, я им объяснял. Ну, то же самое, как политики делают. Мне очень понравился этот проект. Единственная девушка, которая вошла в число победителей – Юлия Санеева. Она защитила идею по благоустройству городского пляжа. Более того, в рамках четвертого сезона Юлия была руководителем волонтерского проекта в поддержку мобилизованных. Мы реализовали и сняли видеоролик буквально за 10 дней в поддержку солдат, мобилизированным добровольцам, который набрал за неделю на платформе только ВКонтакте 600 тысяч просмотров. Рустам Харрисов был из тех, кто долго сомневался и отправил заявку на участие в самый последний момент. По итогу обучения выступил с проектом «Народное граффити» и теперь входит в четверку лучших. Украшение распределительных счетов. В многих городах уже это давно. Хочу организовать свой проект. Благодаря молодежному парламенту, я надеюсь, со мной будут работать. Мой проект основан был на одном распределительном счете, а я хочу организовать побольше. Организаторы намекнули, что пятому сезону быть уже в этом году. Тем более, проект зарекомендовал себя и, возможно, границы участия достигнут регионального уровня. Алина Морозова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». В администрацию города обратилась группа жителей с предложением продлить работу дачных маршрутов до 15 октября. Сейчас эти маршруты действуют с 7 мая по 30 сентября. Чтобы запустить автобусы по новому графику, необходимо отменить два рейса. СНТ «Чесновский» в 12.00 и СНТ «Заречный» в 13 часов 15 минут. Администрация «Нефтьюганск» обращается к жителям города с просьбой принять участие в голосовании и предлагает выбрать новый график дачных маршрутов, либо сохранить прежний. Сделать вы это можете на официальном сайте органов местного самоуправления admyugansk.ru. Свои предложения можете оставлять под публикацией. Прошли пятидневный интенсив. Участники школы КВН завершили свое экспресс-обучение выступлением на итоговом отчетном концерте. За время проекта веселые и находчивые объединились в 13 полноценных команд, каждая из которых подготовила визитку приветствия. Выступление по достоинству оценили не только члены жюри, но и зрители. Репортаж Марии Пель. За время проекта КВНщики любители получили немало знаний, которые пригодились в подготовке визиток. А опытные наставники из команды северяне высшей лиги им в этом помогли. Но ученикам школы КВН предстояло сдать своеобразный экзамен, проверить свои шутки на зрителях. Вообще на самом деле, пока ты шутку не проверишь на зрителях, ты не можешь сказать, смешно это или нет. Мы как редакторы просто, как сказать, рекомендательного характера редактуру производим. Говорим, что скорее всего это не зайдет, нравится, проверяйте. Ну так что, про что шутить-то будем? Давайте про нефтеуганский, его часто сравнивают с Африкой. Да, у нас тут тоже проблемы с водой. Так как проект был реализован в Нефтьюганске, без шуток про любимый город и север, конечно же, не обошлось. Участники составили друг другу серьезную конкуренцию, отшучиваясь на злободневные темы. Но боролись они вовсе не за звание победителя. Конкуренция меня не волнует, так как мы играем не ради победы, а лишь ради того, чтобы народ действительно рассмешить. Как вот при реальном КВНе. А, ну не победим, не победим. Главное, что всем было весело. Это самое главное. Для истинного КВНщика главная награда – это смех зрителей. Ребята получали удовольствие от собственных выступлений и сумели оторваться по полной. А это была команда КВН «Скулы». Я заряжена на шикарные выступления и мне все понравилось. Мы набрали очень много опыта от очень хороших учителей, которые нам передали все свои знания. Соответственно, помогали нам в написании наших номеров. И мы готовы взорвать сегодня эту сцену. Будем удивлять бомбическими шуточками, разрывными. Я думаю, что всем понравится, мы очень старались. Был опыт игры в КВН еще в школе. Очень-очень давно захотелось трехнуть стариной. Уже в роли учителя. Участие в проекте приняли не только школьники и студенты, но и местные учителя. Некоторые из них – достаточно опытные КВНщики. Яркий пример – педагоги школы номер 8, которые совсем недавно выступали на окружном КВНе. Когда жена в семье учитель, это накладывает определенные обстоятельства. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Никто не встает. Звонок для учителя. Сегодня, смотря выступление, вы пришли в такой восторг о том, что в нашем городе огромное количество школьников, таких талантливых. Каждый с определенным каким-то интересным прям вот образом. Харизма такая у всех хорошая. Мы очень гордимся ребятами на самом деле. И приятно, что у нас такой замечательный потенциал. По итогам концерта члены жюри выбрали команды, которым представится возможность проявить себя на более высоком уровне. В их числе оказалась и команда педагогов «Люди из Учительской», которую лично пригласил Денис Штейнер, директор Северной лиги КВН. А это Александра Сергеевна, учитель биологии. О, а я-то думаю, куда мой скелет делся из кабинета? Попробовать свои силы на игре в Ханты-Мансийске отправятся четыре лучшие команды проекта. И, возможно, со временем КВН для них станет чем-то большим, чем просто увлечением. Мария Пейль, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Это была вся информация. Всего доброго. До встречи в эфире.